поехали дальше я вас буду знакомить со своими сортообразцами почему потому что смотрите вот груша это лада одно из самых удачливых моих изобретений потому что я выросил несколько покорений вот молодая груша так я не больше 10 лет если приглядитесь отменнейший урожай если приглядитесь внимательно внимательно сколько там этих плодов почему я вам ее покажу смотрите позади две сорокоградусные зимы а последняя зима теплейшая даже 30 по моему не было разве что ночью она у нас считается теплейшая невероятно но некоторые есть проблемы волосы вишни впервые за 36 лет единичное полуношение волосы вишни в смысле редчайшая очень намного жиже которая всегда гордился вишня сибирская штамповая так значит жуковское выражаем противобычного три раза меньше так она культурная крупная саду с седобная потом еще называть назвать буду и вдруг а почему поздняя осень целый холода холод все как положено зима вместо зимы вернулась лето почки набухли ура весна перепутали весну с осенью плодовые почки и хватило мороза 20-30 градусов для того чтобы они замерзли а исключение не исключение как бы смотрите одна крайность 40 градусов другая крайность как на юге россии выдержал и то и то я вот теперь вам рекомендую не просто груши а конкретно вот эту грушу поняли да которая перепады выдержит все а вы знаете что есть такое понятие морозостойкость ура минус 40 а бывает и минус 20 плодов нет догадались почему возьмем юг россии посреди зимы потепление ура просыпается мороз убивает обычное дело то есть кроме понятия морозостойкость а мы с вами учимся это учебные вебинары есть понятие зимостойкость а в каждом регионе своя зима вот это выдержало две крайности рекомендую так каждый вебинар я буду по одному рассказывать а еще по одному маленькому совету я хочу спасти хотя бы несколько человек ну как слушай вот 6 дней прошло от того вебинара да через шесть дней мне было сколько просмотров 400 с копейками мало но я там рассказал про этот помните брюс сервей не про это и так я решил так у меня таких советов будет много коротенькие меньше минуты и так касается всех кому короткие стрижки мужчин и женщин и лысых значит как я каждое утро моете как очень горячей водой очень горячей водой моете смылом свою голову вот она от этого лучше собрать будет потом после этого когда она нагрета перегрета открывать экран только с холодной водой остужаете и опять сколько терпит голова 5-10 лет проживете дождь инсульты исключены я должен был быть на том свете чуть ли не в нариске три-четыре года уехал я там еще мог помереть от дикой головной боли только это вода горячая вода ледяная каждое утро каждого утра перебарщить тоже не надо особенно поначалу мало ли я уверен что этот совет спасет хотя бы несколько человек от инсульта это вещь страшная вот такие короткие советы у меня кстати идем дальше значит вот эти вот чуть не сказал родственницы те же подвои эти самые уссурийские груши это нарядные фильмы это среднерусская они выглядят послабжее этой но причина есть для этого забор забор со стороны запада с одной стороны соседей это было бывший вот тут росли длинные длинные ряды кто видел мои старые фотографии там просто саженцы через каждые 30 сантиметров крайне оставлял и так у меня весь забор вот так крайне я вам показывал других местах там абрикосы сливы его также притык с одной стороны я сэкономил огромное количество места которого в стране нет для моего сада и как соседи не обижаются почему почти половина груш падает на территории они сладчайшие это два уникальных сорта повторяю нарядные фильмы и среднерусская вот значит минусы тянется вверх забор дает хуже освещение из-за забора хуже освещение тянутся вверх так довольно голенастая видите а так как они еще привиты а мы еще про это потом поговорим еще раз потому что сильно много дураков которые им штамп делают почему делаете штамп я его не делал не сам делался тянулись вверх хотя привиты у самой земли вот этот момент поняли по нему стекает вода защита плохая здесь лучше намного но это дерево моложе так защита плохая и внимание смотрим крупный план из-за тени из-за забора из-за хуже худшего проветривания из-за того что из по нему стекает вода все это в сумме дает более короткий век то есть дерево начинает портится штаб еще держится еще долго будет держаться вот но я даже чувствую что урожая груш стали намного намного слабее чем когда они были два раза ниже вот вот этот минус но и не убираю почему она мне практически не мешает она еще два три квадратных метра от площади этой у этих груш стержневой корень он уйдет туда вниз 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 но не в стороны вот получается я все-таки брал сумме по сотни может по 2 черенков это и по это самое и доход это и саженцы качественного сергея так ну вот по данном этапе лет через 20 они выглядят вот так и еще не скоро помрут но свои отработали и не мешать заметь и соседы не обижается 1 и 2 видите туда же дупло есть туда же мог запомните если вы кто-то сейчас подошел как хватает дураком со стамеской с чем еще приходят спайной лампой подходят что-то еще там в общем я бы руки оборвал вот как есть так есть все ничем не поможете расковырять ряну рану угробить дерево можете помочь ему никогда ничем вот это мое мнение это мой опыт сильная жизнь вот пожалуйста и наконец и очень много дураков они кто-то первый дурак придумал вот так брать называется бороздование еще когда дерево молодой но этим можно упредить и вот этого ничего не будет запомните это кора она становится твердой а это как змея не влазит кожу она лопается это нормально это обычный процесс его конечно было бы получше если бы не забор но опять же если бы не забор ветра были бы сильнее это было бы хуже и гадать теперь что лучше хуже плюс на минус и я имею полносящие деревья никаких этих ран кто вас научит вот этому вот некоторые аж берут поднимают руку до вытянутую вот так вот пол вот так стоит на цепочки вот так проводят это страшно рад вот столько дури сегодня пойдем дальше